Приветствую, друзья! Это Новорижское шоссе. Одно из самых дорогих и престижных направлений подмосковной недвижимости. А это поселок Тимошкино парк. Не самое плохое место даже по меркам элитного Новорижского шоссе. Если пролететь над поселком на квадрокоптере, то можно полюбоваться прекрасным видом больших и ухоженных участков. Стоимость вот этого участка и дома на нем порядка 150-200 миллионов рублей. Как вы думаете, кому он принадлежит? Бизнесмен? Артист? Спортсмен? Не угадали. Центр досье сумел обнаружить, что этот дом и участок принадлежат генералу ФСБ Сергею Алпатову и его жене Екатерине. На публичной кадастровой карте на месте роскошного дома зияет пустота. Но если посмотреть на снимок того же самого места со спутника, то на месте пустыря оказывается особняк. Да еще и не один, а целых три, не считая мелких технических построек. В официальной выписке из Росреестра указано, что участком владеют тезки супругов Сергея Сергеевича и Екатерина Юрьевна, но не Алпатовой, а Антоновой. Однако в одной из выписок все же отображена реальная картина. Владелицей большей части участка с основным домом является супруга Сергея Алпатова Екатерина. По самому генералу подобной информации нет. Однако из-за его статуса это и неудивительно. Подробную информацию о сотрудниках ФСБ из баз обычно удаляют. Но нетрудно предположить, что с Сергеем Сергеевичем Антоновым проделали тот же самый трюк, что и с его женой. И соседний участок с двумя домами поменьше. Он действительно принадлежит новому главе службы экономической безопасности ФСБ. Скромному по официальной зарплате генералу ФСБ Сергею Алпатову. В прошлом начальнику управления М, а сейчас в Рио главы службы экономической безопасности. Алпатов человек настолько скрытый от широкой публики, что мы даже не смогли найти его фото. Но не думаю, что многим из моих зрителей имя Сергея Алпатова что-то говорит. А зря. Очень влиятельный и важный человек в масштабах не только ФСБ, но и страны. Вот пример. Многим ли из вас знакомо имя генерала ФСБ Смирнова? А то, что его отправили в отставку и заменили на генерала Королева? Вы слышали? Ну, может быть, что-то мельком в новостях попадалось. А между тем мы говорим о людях, которые входят в десятку самых влиятельных фигур в стране. Почему обычные генералы ФСБ обладают властью больше, чем вице-премьер или губернатор? И почему это вредно для страны? Вот об этом и поговорим сегодня. Генерал армии Сергей Смирнов занимал пост первого заместителя главы ФСБ с 2003 по 2020 год. В этой должности он курировал деятельность службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом и департамент военной контрразведки. Во время отсутствия директора ФСБ первый зам исполнял его обязанности. Просто, чтобы вы понимали. Вторая служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом – это влиятельнейшая служба в ФСБ. Это тайная политическая полиция, которая у Путина, кроме прочего, отвечает за несменяемость власти и за борьбу с инакомыслием и оппозицией. Дело Анастасии Шевченко инициировала вторая служба. Алексея Навального разрабатывала вторая служба. И даже посадить Кирилла Серебренникова тоже хотело руководство именно той же второй службы. А СЭП – служба экономической безопасности – это настоящее теневое правительство страны. Хотя иногда кажется, что это правительство Мишустина – теневое. А вот СЭП ФСБ – настоящее. Служба экономической безопасности курирует ключевые предприятия промышленности и кредитно-финансовые сферы – транспорты и связи. Иными словами, рулит практически вся экономика, имеет в своем распоряжении неограниченные силовые возможности покорных прокуроров и судей, а также аппарат прикомандированных сотрудников. И если к этому добавить, что у первого заместителя директора ФСБ есть прямой выход на Путина с правом доклада, то фигура Смирнова получается очень значимой. Что же сгубило генерал Смирнова? Официальная причина отставки – достижение предельного возраста нахождения на службе. 12 октября Смирнову исполнилось 70 лет, а 22 октября Владимир Путин подписал указ о его отставке. Но это, конечно, не причина. Это повод. Ведь если очень надо, то предельный возраст нахождения на службе – ничему не помеха. По сведениям источников ФСБ, по-настоящему серьезный удар по позициям Смирнова нанесла громкая история полковника Черкалина. Конечно, не сам факт коррупционных миллиардов. Но кого здесь удивишь коррупционными миллиардами? А то, что это стало достоянием гласности. Наличными были набиты сумки, пакеты, чемоданы. 12 миллиардов в разной валюте сделали начальника банковского отделения управления КФСБ Кирилл Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. 12 миллиардов наличными в пересчете на рубли у простого полковника ФСБ? Десятки крышуемых банков и обнальных контор? Преступная группировка из бывших и действующих сотрудников Банковского управления Службы экономической безопасности? А главное – информация, что в переговорах с крышуемыми принимал участие и сам первый заместитель директора ФСБ. Для солидности, видимо. Или для обоснования цены за услуги. Абонентская плата за эти самые услуги могла составлять и сотни тысяч долларов и больше. Задержание полковников-миллиардеров серьезно поколебало позиции Смирнова. Но уволили его только спустя год. Ну ведь нельзя же выгнать одноклассника Патрушева и Грызлова только за то, что он с подчиненными использует банковскую систему страны как личный кошелек. Сами подумайте. Генерал Смирнова на посту первого заместителя директора ФСБ сменил генерал Сергей Королев. Было бы ошибкой думать, что идет очищение рядов. Ну, типа был отщепенец-коррупционер, а его наконец-то сняли, и теперь огромными полномочиями будет обладать настоящий чекист с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем. Нет, по-прежнему чистая от переживаний голова, холодное сердце и горячая дружба с криминальным миром. О генерале Сергее Королеве известно не так много, но и этого хватает. Имя Королева фигурировало в телефонных переговорах глубоко уважаемого в Кремле лидера Тамбовско-Маловской ОПГ Геннадия Петрова. Эти переговоры были получены испанским следствием в рамках уголовного дела об отмывании денег. По мнению тех самых испанских прокуроров, через Сергея Королева лидер ОПГ лоббировал назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Отличного парня сейчас назначили на вторую позицию в ФСБ. Прекрасный кандидат на должность, сопоставимую по власти с премьер-министром. Еще с одной бандой, теперь уже киллеров, Сергея Королева связывали настолько близкие отношения, что он помогал лидеру банды сбежать из России. На счету бандитов более 60 убийств и похищений. Да, конечно, они убивали и бандитов тоже, но и обычных людей. По совокупности едва ли не самая кровавая группировка страны получается. И ФСБшник, который чуть ли не за руку переводит главаря банды через границу. Вместе с Королевым на повышение пошел тот самый генерал Алпатов. Он в переговорах с лидером ОПГ пока замечен не был, но зато, я с этого начал, является обладателем совершенно несоответствующей его зарплате недвижимости. Я почему упоминаю темные страницы биографии Королева и недвижимости Алпатова? Не для того, чтобы вас чем-то удивить. Удивить чем-то после полковников, которые закупали квартиры, чтобы просто хранить в них наличные деньги? После этого мне вас удивить нечем. Нет. Проблема глубже и системнее. Проблема коррупции и беззакония зашита в саму структуру Федеральной службы безопасности. Вы можете сколько угодно менять людей, но проблема останется. У ФСБ слишком много полномочий, несвойственных в нормальной стране для спецслужбы. ФСБ контролирует науку, надзирает за образованием, вмешивается в общественную жизнь, регулирует политику, почти рулит экономикой. Наша страна оказалась под властью людей, которые заточены на безопасность. Причем безопасность в их понимании. Когда ради защиты того, что они считают важным, можно жертвовать всем, что они важным не считают. В том числе законом. В том числе правами других людей. Существенно еще то, что психология тех, кто должен заниматься безопасностью, и тех, кто способен отвечать за развитие, они деметрально противоположны. И там, где охранник должен видеть, во-первых, угрозы, гражданские управления, предприниматель должен видеть возможности. Именно поэтому хороший безопасник не может быть хорошим предпринимателем, а хороший предприниматель хорошим безопасником. У безопасника своя, важная, нужная, но ограниченная жесткими рамками работа. Если всю жизнь искать врага и опасность, то это ведь не проходит даром. У людей спецслужб свой взгляд на мир. Он не годится для развития. И наоборот, если они начинают искать возможности, то это у них идет в ущерб безопасности. И тогда получаются истории, как с посадкой Руста на Красной площади. Или выясняется, что в помощниках президента долгое время был настоящий шпион. Или у них вообще срывает крышу, и мы видим полковников-миллиардеров. Вывезли 10 тележек. В них 129 миллионов долларов, 970 тысяч евро и 340 миллионов рублей. Вот фотографии. Более того, даже занимаясь безопасностью, люди, которым доверено оружие и право применять насилие, должны быть под жестким контролем закона, гражданской, представительной и судебной власти. Иначе ничего хорошего тоже не будет. Почитайте интервью Патрушева. «Запад планирует шаги по интенсификации информационного давления на Россию в целях размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности и снижение чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны». Человек просто погрузился в пучину конспирологического восприятия мира. Ну, если, конечно, Патрушев в это сам верит, а не цинично дезинформирует общество. Ну, или вот высказывание Бортникова. «Сталинские репрессии – это просто перегибы на местах. Разрушение России – это навязчивая идея Запада. А при Андропове чекисты выполняли важную и нужную работу по защите основ конституционного строя». Эти люди видят угрозы даже там, где их нет. Они так устроены. Если их не контролировать, если не помогать им удерживать их собственных демонов в рамках жесткой клети закона, тем более, если власть попадает к ним, то вся страна начинает жить внутри их воображаемой битвы с мировым заговором. Так и возникают дела ученых, журналистов, активистов. Так мир, в котором нам всем хотелось бы жить, превращается в тюрьму, из которой наши дети просто бегут. Ведь когда каждый день ищешь угрозу, то любое изменение видишь не как возможности, или не как естественный ход вещей, а как угрозу стабильности и незыблемости. Они буквально как будто надевают защитный шлем задом наперед, так что он не позволяет смотреть вперед, а только назад. Поэтому в нормальном обществе служба государственной безопасности должна заниматься сугубо безопасностью. Безопасностью в очень узком смысле слова. Это противодействие незаконным действиям других государств. Противодействие вооруженному насилию. А полиция должна быть озабочена напротив защиты интересов и прав граждан. Причем заниматься они этим должны строго в рамках нормальных законов и под жестким гражданским контролем, обеспечивающим, во-первых, именно права граждан, а не удобства для людей в погонах. Обычные же люди. Ученые, предприниматели, режиссеры, журналисты, политики, в конце концов, пока они не нарушили ничьих гражданских прав, то они никак человека в мундире касаться не должны. Ну или точнее, касаться в той мере, что и прочих граждан. Но это в нормальном мире. А мы пока, к сожалению, живем не в нем. Наш проект-досье подготовил большой доклад, посвященный деятельности ФСБ. Преступлением и нарушением закона, вызванным избыточными полномочиями. Мы также снабдили его рекомендациями экспертов по реформе спецслужбы. Очень хочется скорее перейти к ситуации, когда этот доклад перестанет быть актуальным. Но пока он дополняется лишь новыми разделами. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливо вам!